Ну что, ребятки, всем привет. Наконец-то я записал продолжение предыдущего ролика о том, где я покупаю на розетке у продавца Shopping World карту видеозахвата с RCA на USB 2.0. И я могу вам сейчас показать переписочку. Давайте посмотрим, что мне ответил продавец, что мне предложил, согласился ли он обменять товар. И вот, как вы можете видеть, что ответ продавца был следующий, что якобы EasyCup и DWR это то же самое, что между ними якобы нет никакой разницы. Но, конечно, они согласились вернуть деньги и изменить название товара. То есть они начинают оправдываться, но, конечно же, никакого названия они ничего не меняли, и оно все как было так и осталось, потому что уже прошли сутки, и никакой реакции, никакого изменения нет. То есть карта, как было подписано объявление, что это EasyCup, оно так и осталось EasyCup, потому что продавец прекрасно понимает, что разница между ними колоссальная. Что EasyCup и VideoDWR имеют огромную разницу и как в техническом плане, так и в плане его работы и возможностей. Я, конечно же, предложил там попробовать одновременную отправку товара, то есть человек мне отправляет товар без оплаты, а я взамен отправляю товар ему обратно. Но, конечно же, он так не согласился, потому что понимает, что есть вероятность, что я не захочу платить за пересылку, возможно, что могут быть затруднения какие-то в плане доверия друг к другу. Ну, мне нет смысла отправлять обратно товар, просто потому что я должен буду заплатить за доставку, это около 100 гривен туда-сюда обратно, плюс я должен буду заплатить за комиссию о переводе денег туда-сюда, да, дважды. То есть это уже накапливается половина суммы самого VideoDWR, сколько я за него заплатил, и это не имеет никакого смысла. Мне проще за те же самые 150 гривен уже просто на Алиэкспресс заказать товар, и я буду точно знать, что мне придет именно то, что я хочу. EasyCup придет. А данный продавец, вероятнее всего, мне снова пришлет какой-нибудь VideoDWR, возможно, который чуть-чуть внешне будет отличаться, или будет с надписью, которую они не стерли, или еще что-то, да. То есть, ну, зачем мне этот головняк за те же деньги? Давайте я вам покажу, в чем же разница между двумя устройствами. Как вы можете видеть, на фотографии указано то, что я получил. Здесь можем видеть, что это версия 2.0, то есть вы могли бы еще и получить версию 1.0, то есть более устаревшую, с худшими характеристиками. Микросхема у нас основная, это MS2100E, то есть это уже как бы считается улучшенная версия, чем было. То есть я еще получил не такое фуфло, как мог бы получить. Исполнение довольно хоть и хорошее, да, товар работает, он функционирует, он выполняет свои задачи, пусть даже если там качество не очень, да, но оно рабочее. То есть, судя по отзывам, вам мог прийти еще и не рабочий товар, потому что у других продавцов там есть много отзывов, где люди жалуются на то, что товар пришел не тот, который они хотели. Также вы можете видеть здесь, что есть место, где не распаяна микросхема дополнительная какая-то. Возможно, это была микросхема, которая отвечала за звук, поскольку мне пока что не удалось получить звук со своего устройства, с фотокамеры, да. Почему-то оно передает изображение само по себе без звука. Я не знаю, с чем это связано, возможно, для этого нужно установить программное обеспечение, которое присылалось, но я пока пробовать не буду, мне это не интересует. Здесь вы можете видеть этот актовый генератор, на котором написано 12 тысяч. Это число тактов, которые он генерирует для микросхемы. От этого зависит производительность самой микросхемы, с какой скоростью она работает и как много данных она может обработать в единицу времени. Для тех, кто не смотрел прошлое видео или не помнит или забыл, что интерфейс RCA позволяет получать 60 кадров в секунду, да, а данная микросхема поддерживает только половину, то есть 30 кадров при разрешении 720 на 480. Давайте я вам покажу, как выглядит настоящий EasyCup. Я загуглил в интернете EasyCup Insight, то есть лучше всего гуглить на английском. И выбрал для вас несколько фотографий из того, что мне удалось найти в интернете. И как вы можете видеть, здесь очень часто можно встретить, где несколько микросхем на плате распаяно. И вот один из лучших вариантов, который я нашел, самый наиболее идеальный. Здесь даже расписали нам маркировку самих микросхем, то есть какие нужно искать. И вы видите два чипа распаянных на плате. К сожалению, мы не видим, что там находится с задней стороны. Сами контакты RCA, они имеют латунное покрытие для уменьшения сопротивления, для лучшего качества контакта между разъемами, чтобы не было каких-то потерь информации или еще чего-то. Также здесь можете видеть несколько микросхемок тактовых генераторов, то есть точнее это кристаллы. И они имеют значение 24 тысячи с лишним, то есть в два раза больше, чем то, что было у моей микросхемы. Благодаря этому мы можем видеть, что данное устройство уже работает вдвое с большей частотой. То есть мы можем рассчитывать на 60 кадров в секунду при максимальном разрешении, допустимым. И данные микросхемы имеют гораздо большую производительность, плюс они разделены на две. То есть каждая микросхема отвечает за свою задачу. Судя по плотности ножек, по количеству контактов, вот эта микросхемка это у нас обработчик видеосигнала. Вторая микросхема, она должна быть более простой, то есть обработка звука занимает немножко меньше производительности, требует для себя. И аудиомикросхемка, она имеет меньше и меньшее количество контактов. То есть у нас отдельные микросхемы, которые отдельно выполняют свои поставленные задачи. Это так получается намного более производительным устройство и позволяет в единицу времени выполнять больший объем работы. Также здесь распаяно сразу три тактовых генератора для каждой микросхемки по одному. То есть я понимаю, что с задней стороны платы распаяна еще одна микросхема, скорее всего чип памяти. И для него как раз таки установлен третий тактовый генератор. Хотя возможно, возможно, что третий тактовый генератор преобразователь питания, возможно на какое-то другое напряжение. Потому что микросхемки пользуются напряжением один, полтора вольта или даже меньше. Вот возможно для преобразователя напряжения. Потому что чипы памяти могут быть распаяны внутри самого основного чипа, видеочипа. Это получается более производительным устройством, более экономичнее, более удешевляется конструкция, плюс ускоряется доступ к информации, находящейся в видеопамяти. Да и сама видеопамять может быть уже иметь больший объем, чем тот, что был в моем устройстве, которое мне прислали. Пусть там картинка между языковым и видеодивиартом может быть в общем-то не слишком отличаться, потому что разрешение будет все равно то же самое. Но мы можем в общем итоге получить чуть большее, лучшее качество цветопередачи, большую стабильность изображения, потому что у нас вдвое больше FPS. Мы также можем получить значительно более качественный звук, потому что я пока что со своего устройства звук так и не получил. То есть либо это какой-то дефект, либо мне нужно получать звук через какое-то отдельное программное обеспечение. То есть это все головняк. Головняк, который... То есть мне оно уже не подходит, это устройство. И вообще, если вы видите какую-то плату и видите у нее этот кристалл тактового генератора, и на нем написано какое-либо значение меньше 20 тысяч, вы можете сразу же знать, что это какое-то древнее устройство с очень старыми чипами обработки данных. И что качество изображения или качество работы может быть очень низкое. Либо устройству не требуется такая скорость, в зависимости от того, что это за устройство. Либо это какая-то очень дешевая, примитивная конструкция, которая позволяет получить минимум необходимого. Обычно все современные устройства, если у них есть там тактный генератор с этим кристаллом, вы можете видеть, что у них значение всегда больше 20. Причем иногда даже больше 30 тысяч и есть даже выше. Но это крайне редко. К примеру, в компьютерах кристаллы имеют частоту 27 тысяч. Это стандарт для компьютера, это норма. 24 это для более таких мобильных устройств. Потому что при 27 уже начинается довольно-таки заметное тепловыделение. Поэтому, ребятки, делайте выводы сами. Я вам предоставил всю информацию о том, чтобы вы могли сравнить два товара между собой. И не вестись на обман, что якобы это два одинаковых устройства, между которыми нет никакой разницы. Разница между ними колоссальная во всех отношениях. Для тех, кто не знает, через разъем RCA подключаются даже спутниковые тарелки к телевизору. То бишь, вы получаете сигнал на телевизор через TV-тюнер именно вот через RCA чаще всего. И изображение там намного более качественное, намного более лучшее, имеет более стабильную картинку, более отчетливую, с лучшей цветопередачей, не такую паршивую и замыленную, как то, что мы видели. Поэтому, если у кого есть дома телевизор, если он подключен не через HDMI, а через RCA разъем, то вы можете лично убедиться в том, что изображение должно быть намного более качественно, чем то, что мы имеем через видеодевиар. Поэтому будьте бдительны, делайте выводы. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...